Всем большой привет из Прованса. Смотрите, здесь у нас после дождя нашествия улиток. Вон какие. Александр мне показывает. Вон поснимай. Смотрите, их сколько. На что вы здесь лазите? Что вам здесь надо? Вот это какая здоровая. Собирать. Че, можешь пасах? Да. Мы пошли немного прогуляться. Это невыращенные улитки. Я такие не ем. Ой, сетюмаш дотро. Рассказывай мне истории, что ты часто улиток ешь один раз в год. С маслом, с чесночным. Покупаешь на праздник. Любитель он вообще к этому. О, убийца, говорит. Не убивай, не убивай. Это он так шутит. Французский черный юмор. Люмор, люмор, командир. Нуар. Люмор, нуар. Чёрный. Чёрный. Ага. Вон Влад со своим другом стоит. Идите. Там у друга курица сбежала. По улице, говорит, курица гуляет. Французские дети на улицах куриц. Просто не видели. Вот мы и живём. В деревне, он говорит. Он забежал за моем. Влад говорит. Александр, папа. Где курица? Где курица? Иди, помогай моему другу. У них курица сбежала из дома. А вы моё мое жёстовое пакет, или Рафаэль, или зон депуль. Я даже не знаю. Вон этот дом перед нами с бордовыми ставнями. Это друг Влада живёт. Здесь они вместе в колледж ходят. И Ангард, у них курица сбежала. Вот сегодня. Никто не купается сегодня. А что-то хотела вам рассказать? И забыла всё, что хотела с этими курицами. А, я хотела у него спросить. Вы мне задавали вопрос. Насчёт лягушек. И лягушек. Ты амбин? А, я не ем, но сейчас я не ем. Это мне очень трудно. А ты амбин? Я не ем, но я не ем, но я не ем, но я не ем. Но французы ем очень часто. Я ем и лапки. Лягушечные лягушечные лягушечные. Ты ел? Он говорит, раньше пробовал, а сейчас мне их очень жалко тоже. Бедные. Он говорит, мне не нравится их есть. Да там и нечего есть. Я тоже один раз пробовала. Ну, похоже на куриное такое мясо. Ну, мне как-то, я не знаю, прям вот то, что есть лягушек, мне как-то не очень. Есть люди, которые любят. Я даже знаю русских девчонок, которые любят. Ну, вон, они уже его, наверное, её поймали, курицу, наверное. Поэтому я не скажу, что французы прям будут тебе лягушечные лапы подавать. Это, наверное, ещё осталось с каких-то времён. Луковый суп, ну, едят, но не часто. Лапки лягушечные. Сейчас я вам переведу. Я говорю, даже луковый суп вы не часто едите. Он говорит, а знаешь, во Франции луковый суп едят, когда очень большое количество праздников различных. И чтобы вот детокс, это суп детокс у них называют, чтобы почистить, облегчить систему пищеварительную, они готовят суп луковый. Он говорит, то же самое. Мы готовим или луковый суп, или лозейший, это щавель, щавельный лук из щавеля. Поэтому вот, думаете, у них традиция? Луковый суп есть. У них традиция почистить кишечника и желудок после того, как переели луковым супом. Бесе бом у пабом? Чем бем? Бэ, и фу припары. И фу припары. Я говорю, ну, это вкусно хоть. Он говорит, да, вкусно. Везде работы у всех идут. Я говорю, ну, надо готовить. Я ни разу не готовила. Вот, представляете. нужно чтобы лильян нам приготовил все гуляют когда мы были маленькие мы пели песню что суп луковый суп для мальчиков супа щавеля для девочек и пурку а ну такой вот такая песня садике они такой песни здесь много влада вот до сих пор помню про мышь любимая песня эти рапель на шансом владислав лесу лишь зеленая мышка он ее обожал эту песню наверно слышали на французском языке очень популярная песня детки поют вот а мы знаете еще куда пойдем в магазин знаете зачем за пивом и и посмотрим кофе которые нам посоветили а я тебе пора контакт и кэм мезобонии и лизон конси и до тип до кафе с или терапель на бот и с икли или и лава за и лава за итальянская кофе вот он во во все он труфля до нотра он горт лава за может быть найдем или не знаю больших надо или но мы произносим так а не знаю посмотрим сейчас если что это будет интересно если нас там не заругают мы поснимаем и лабия пиво какое пиво я хочу пиво какое хочешь белая светлая у меня алекс светлая я бы если бы пила я как-то пиво равнодушна а оля кстати пиво очень любит вообще говорят женщинам возрасте нужно пиво пить как вы думаете я люблю темное пиво которое пахнет хлебом пшеницей напишите в комментариях какое пиво вы любите ваши мужчины какое пиво любят александр любит блон белый светлая а вы же компроме антим тули блон я понимаю ты всех этих светлых любишь жена светлая пиво светлая людей светлых любишь добрых как сам молодец молодец на болтали мы уже на 7 минут за александром повеселили вас повеселили вас а сам мюзбима фонд риголь бьем но мы в горцами с собой смеемся хорошо нам на что когда людям хорошо смотрите он цветет оливки начинает цвести в этом году конечно мои хорошие в прошлом году у нас уже цвели цветы в этом самом в нашем саду огороде и было вообще уже тепло мы там на террасе ели сеттанесе в этом году что-то прохладно надеюсь что у вас хорошая погода светит солнышко и на душе тепло и радостно а мы завтра поедем в деревню или завтра или послезавтра калилену и даниэль их попроведаем ой какая красота смотрите какие розочки маленькие маленькие красивые вот они везде висят украшают забор и нам надо в нашей квартире убраться в подъезде наша очередь в квартире убираемся дерево которую мы сдаем но мы там по очереди сами убираемся раньше мы платили фондоменаж это называется женщину которая приходила выбиралась она у нас там убиралась как попало если честно сказать и все были недовольны сейчас нас там купили перепродали квартиры короче у нас там новые соседи наши квартиры такие хорошие они сказали давайте-ка мы будем заниматься и приводить в порядок подъезд чистоту если вот мы пойдем туда нам саму квартиру нельзя заходить потому что когда сдается во франции квартира туда нельзя нельзя заходить просто так ну вот могу вам показать подъезд но сразу предупреждаю что это старинный дом подъезд вот такой старый старый дом построили большой ну ладно завтра если поедем то покажу вам поставить два дома построили едва бассейна будет кто-то из родственников хорошо так жить я всегда мечтала с сестрами иметь каждая по дому но на одной земле вот это самое счастье вроде как и отдельно вроде как и вместе французы обожают вот так вот тоже строить и сегодня даже в шарфике потому что так прохладно сейчас так смеялись оля с кристином позвонили как мы направляемся в гренобль все закончились наши каникулы в баркарес оставались они там примерно наверное но где-то не 10 10 дней там быстро пролетели и они всегда там делают уборку но кто поживет у нас такое правило чтобы квартиру оставлять всегда чистую-пречистую дошли и футуна твои оттуда я говорю я ничего не прошу мне ничего не надо на квартиру оставьте чистую чтобы мы приехали и там не убирались ни за кем но у нас у меня сестры такие же какие как и я маньячка а вот про кристина такое сказать не мог нельзя он живет как грек где положил так где разделся там положил оставил там ли кристиан или нам патрона и дизабили я не знал такое выражение это маленький мальчик когда он идет ходил ну наверное легенда какая-то ходил в лес он бросал белые камушки чтобы потом найти дорогу обратно вот у нас и кристин разбрасывает везде все где поел там оставил для него смысл в жизни в другом но сейчас награде лена посмотри на ватсов не высылает фотографию мы там умерли если хотите оставлю вам эту фотографию кристиан с пылесосом лежит на полу и пылесосит ножки от стульев он решил убраться так чтобы мы были в ауте какой он чистюля на самом деле поэтому вот так мы и живем везде находим что-нибудь позитивное и веселое но теперь будет наша очередь ехать в баркарес и проводить там время он мне говорит обещают что нас спустят карантина 3 мая 3 мая может быть удастся поехать в баркарес мы сейчас прогуляемся купим пивасик и я уже приготовила капустный пирог из тушеной капусты как александр вам говорил в предыдущем видео мы все сразу делаем на несколько дней ну то есть из одного блюда два блюда придумываем чтобы у нас была полезная вкусная еда вот сегодня тушили капусту и я на вечер уже сделала пирог и перед тем как уходить я уже заварганила наш фондан шоколад без сахара поэтому у нас сегодня будет такой вкусный ужин с пирогом с фонданом шоколадным фонданом с пивом у кого сидра а владислав заказал картошку фри вот так поэтому все а вот мы подошли кофе выбирать и смотрите вот у нас есть лаваза классическая и по два и леса а это не сильно маланга у нас есть и сельсиро герд садой тропом от сам пудруса но все в оси сэбо отюгерд пора премьер шель вот три вида у нас синяя черная золотое и красная черная сколько стоит 2 пачки 5 евро 523 вот это одна шестерочка 344 или нету или нету надо в большом магазине будет посмотреть ну и такой обычная кордор маланга вот мы я покупаю самар коз очень часто а или мы тоже нашли смотрите но она в зернах еще лучше и стоит 250 грамм сколько стоит это еще со скидкой 646 646 классическая это какой-то бленд белая классно будем все пробовать да ну вот мы нагулялись вернулись домой и сейчас расскажу что мы купили в нашем деревенском магазине с мужем сделаю небольшой обзорчик как вы любите итак начинаем кофе как вы посоветовали муж взял попробовать лаваза он захотел вот это взять золотое алендже по-французски по итальянски не буду врать не знаю как читается здесь две пачки по 250 грамм стоит кофе 534 две пачки следующий раз возьмем другое попробовать там было красное как я вам показывала во блоге и было еще очень сильная но взяли вот это пока попробовать затем взяла пюре чтобы делать свой мармелад взяла из чернослива и яблок без сахара каждое пюре по четыре штучки в люблю брать больших банках но из чернослива нет больших банков поэтому беру такое и четыре штучки стоит 1 евро 8 сантим затем пиво сейчас буду искать любимое пиво александра обещала вам показать но уже показывала несколько раз блонд тоже не буду коверкать как называется евро 73 затем хлебные палочки грязине они сегодня были с большой с большой скидкой александр любит владислав тоже любит на аперитив он взял какие-то разные значит так одна пачка стоила 99 сантим вторую пачку отдавали за 35 сантим представляете я сказал нужно вам сделать сток я умею делать сама из безглютенового хлеба сделаю из глютенового теста как-нибудь с вами обязательно сделаем взяли брокколи брокколи у нас как всегда стоит 99 сантим но можно сказать одно евро затем что еще а желатин взяла чтобы делать свой мармелад мармелад делаю каждый раз как только заканчивается всегда делаю это марка интер марше и желатин вот у нас если 6 таких вот как их называют листиков 12 грамм то стоит марка интер марше сейчас я вам скажу сколько стоит 0 78 сантим если марка получше можно так сказать подороже то стоит около двух евро органический желатин а вот авокадо авокадо органические стоит 2 авокадо 2 99 и сладкий картофель килограмм стоит евро 80 обычный картофель я посмотрела чтобы сравнить обычный картофель килограмм стоит евро 40 а сладкий евро 80 сейчас сладкий картофель недорогой раньше он стоил по типа 3 евро я взяла 545 грамм и заплатила 0 98 сантим все вот это мы купили на примерно на 15 евро все большое спасибо кто оставался с нами посмотрите блок и если вам такие блоги нравится поставьте пальчик вверх всем еще раз большое спасибо за то что посоветовали александру кофе всем пока пока александру кофе Продолжение следует...